Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Случайный прохожий спас 10-летнюю девочку, которая провалилась в полынью на водоеме в Новобелецком районе Гомеля. Мужчина в полдень вышел из дому, чтобы прогуляться по свежему воздуху. Проходя вдоль озера, услышал крики о помощи. Обернувшись, он увидел двух девочек, стоящих на льду, а третья в нескольких метрах от них пыталась выбраться из полыни. Дети не осмелились набрать номер службы спасения, боясь предстоящего разговора с родителями. Мужчина поспешил к полынье, потребовав немедленно позвонить в скорую помощь и спасателям. Мужчина попытался ползти по льду, но у него не получилось, потому что его лед тоже не выдерживал. Поэтому, раздевшись, он стал проламывать себе путь руками, ломая лед. Добрался до девочки, транспортировал ее на берег. В это время ее подружки позвонили по телефонам экстренной помощи. И экстренно прибыли различные службы экстренной помощи. Спасатели сообщили, в том числе и прибежавшей к озеру маме девочки, что глубина этого водоема от одного до двух метров. И если бы не помощь мужчины, последствия могли бы быть трагическими. В настоящее время спасенная девочка чувствует себя удовлетворительно, а ее жизни ничего не угрожает. В Житковичском районе сотрудник милиции, заступивший на охрану общественного порядка на избирательном участке, помог раскрыть хищение 200 килограммов муки с молочно-товарной фермы. Когда комиссия в деревне Рудни закончила работу, милиционер периодически выходил на улицу, чтобы осмотреть периметр вокруг здания местного клуба. Очередным поводом для проверки послужил лай собак. Обойдя здание, милиционер увидел старенькую Audi 80, которая тянула за собой пустую гужевую повозку. Автопоезд направлялся в сторону в складок Суб-Коленское. Прибывшие, по сообщению милиционера, сотрудники ГАИ остановили немецко-белорусский тандем из авто и повозки на выезде из деревни. Водитель, не имеющий при себе прав, не стал отрицать, что везет 8 мешков муки, которые забрал из сарая сестры. В ходе проверки было установлено, что данная похищенная мука находилась на молочно-товарной ферме. Работница предприятия получала ее для кормления скота и часть муки отсыпала в свои закрома. Затем мешки переносила к родственнице и складировала в сарае. Вечером позвонила брату и попросила перевезти похищенную муку к себе домой. Учитывая, что женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за кражу молока, к ней будет применена более суровая санкция статьи за повторное хищение. Одна предусматривает наложение штрафа до 20 базовых величин, либо административный арест до 15 суток. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.